Девушки отдыхают Ну и посвятить выпуск чему-нибудь повеселее Как я уже говорил в предыдущем, у Эдгара По две категории рассказов Либо жуткие, мрачные, жестокие, депрессивные Либо поехавшие, явно написанные после ни одной порции виски А вот этот рассказ из области поехавших, как раз из второй категории Без дыхания Ну, начинаем Трудно будет, конечно, не глумиться Зачитываю этот рассказ, постараюсь воздержаться от матерных комментариев Но не материться проблематично В общем, рассказ начинается уже с первых же строк Просто офигительно весело Уже сразу веселит Начинаем Ах ты, гадина Ах ты, ведьма Ах ты, Мегера Сказал я жене на утро после свадьбы Ах ты, чертова кукла Ах ты, подлая, гнусная тварь Клака про порока Краснорожье исчадие мерзости Ах ты, ах ты В тот самый миг, когда я встал на цыпочки Схватил жену за горло, приблизив губы к ее уху Собрался было наградить ее каким-нибудь еще более оскорбительным эпитетом Который, будучи произнесен достаточно громко Должен был окончательно доказать ее полнейшее ничтожество В этот самый миг К моему величайшему ужасу и изумлению Я вдруг обнаружил, что у меня захватило дух Выражение захватило дух, перехватило дыхание и т.п Довольно часто употребляется в повседневном обиходе Но я, по чистой совести, никогда не думал, что ужасный случай, о котором я говорю, мог бы произойти в действительности Вообразите, разумеется И если вы обладаете фантазией, вообразите мое изумление и ужас Мое отчаяние Однако мой добрый гений еще ни разу не покидал меня окончательно Даже в тех случаях, когда я от ярости едва в состоянии владеть собой Я все же сохраняю некоторое чувство собственного достоинства Хотя мне в первую минуту не удалось с точностью установить размеры, постигшего меня несчастье Тем не менее, я решил во что бы то ни стало скрыть Все от жены, по крайней мере до тех пор, пока не получу возможность Определить объем столь неслыханной катастрофы Итак, мгновенно придав моей искаженной бешенством физиономии Кокетливое выражение добродушного лукавства Я потрепал свою супругу по одной щеке, чмокнул в другую И, не произнеся ни звука, а фурии, ведь я мог Оставил ее одну девицу моему чудачеству А сам легким под азефир выпорхнул из комнаты И вот я, являющий собой ужасный пример того, к чему приводит человека раздражительность Благополучно укрылся в своем будуаре живой, но со всеми свойствами мертвеца Мертвый, но со всеми наклонностями живых Нечто противоестественное в мире людей Очень спокойный, но лишенный дыхания Да, лишенный дыхания Я совершенно серьезно утверждаю, что полностью утратил дыхание Его не хватило бы и на то, чтобы сдуть пушинку Или затуманить гладкую поверхность зеркала Даже если бы от этого зависело спасение моей собственной жизни О, злая судьба! Однако даже в этом первом приступе всепоглощающего отчаяния Я все же обрел некоторое ощущение Некоторое утешение Тщательная проверка убедила меня в том, что я окончательно лишился... Не окончательно лишился дара речи Как мне показалось вначале Как я мог продолжать свою интересную беседу с женой Речь у меня была нарушена лишь частично И я обнаружил, что стоило мне в ту критическую минуту понизить голос Перейти на гортанные звуки Я мог бы и дальше изливать свои чувства Ведь данная высота тона, как я вообразил Зависит не от потока воздуха А от определенных спазматических движений Производимой мышцами гортани Это как же он без воздуха бы говорил Это даже не знаю, как изобразить Ну... Эдгар По есть, Эдгар По Я упал в кресло и некоторое время предавался размышлениям Думы мои были, разумеется, весьма малоутешительными Сотни смутных, печальных фантазий теснились в мою мозгу И на мгновение у меня даже мелькнула мысль Не покончить ли с собой? Ну, такова уж извращенность человеческой природы Она предпочитает отдаленное и неясное близкому к определенному Так, я согнулся бы при мысли о самоубийстве Как о самом ужасном злодеянии Одновременно прислушиваясь к тому Как полосатая кошка довольно мурлычет на своей подстилке И даже Ньюфаунлет старательно выводит носом ру лады Растянувшись под столом Оба словно нарочно демонстрировали силу своих легких Явно насмехаясь над бессилием моих Да, герой тоже любит животных, как я Терзаемый то страхом, то надеждой Я, наконец, услышал шаги жены, спускавшейся по лестнице Когда я убедился, что она ушла Я с замиранием сердца вернулся на место катастрофы Тщательно заперев дверь изнутри Я предпринял лихорадочные поиски Быть может, думал я То, что я ищу, скрывается где-то в темном углу Твое дыхание скрывается в темном углу В чулане или притаилось на дне какого-нибудь ящика Не, так можно профукать только телефон или кошелек Но точно не дыхание Может быть, оно имеет газообразную или даже осязаемую форму Большинство философов до сих пор придерживаются Весьма нефилософских воззрений на многие вопросы философии Однако Вильям Годвин в своем Мендевиле говорит Что невидимая — единственная реальность А всякий согласится, что именно об этом и идет речь в моем случае Я бы хотел, чтобы здравомыслячий читатель подумал Прежде чем называть подобные открытия пределом абсурда Ведь Анакс Сагор, как известно, утверждал, что снег черный А я не раз имел случай в этом убедиться Это при каких же обстоятельствах? Под опиумом, что ли, он в этом убеждался, что снег черный? Ну, как Анакс Сагора, о котором он говорил Эдгар По, наверное, тоже по опиуму прикалывался Не знаю, конечно, это такая догадка Ну, судя по тому, что он пишет, судя по таким рассказам Продолжаем Долго и созоточенно я продолжал свои поиски Но жалкой наградой за мои труды и рвения Были всего лишь одна фальшивая челюсть Два сюрнура, вставной глаз Да несколько билет-доукс Любовных записочек с французского Адресованных моей жене, мистером Во Весь Дух Кстати, надо сказать, что это доказательство пристрастия моей супруги К мистеру Во Весь Дух не причинило мне особого беспокойства То, что миссис Духвон питает нежные чувства к существу, столь непохожему на меня Вполне законное и неизбежное зло Всем известно, что я Дородин и Крепок Хотя в то же время несколько мал ростом Что же удивительного, если миссис Духвон предпочла моего точчего, как лебедь-приятеля Нескладность которого вошла в поговорку Но вернемся к моему рассказу Как я уже сказал, мои усилия оказались напрасными Шкаф за шкафом и ящик за ящиком Вот, кстати, интересно, кому принадлежала эта вставная челюсть и глаз Ну, любовные записки, понятно Неужели его жене вставной глаз и челюсть принадлежали? Интересный момент Шкаф за шкафом, ящик за ящиком, челан за теланом Все подвергалось тщательному осмотру Но все в туне Была, правда, минута, когда мне показалось, что труды мои увенчались успехом Роясь в одном ненесесаре Я нечаянно разбил флакон Граждановского Еле ангелов Беру на себя смелость рекомендовать его как весьма приятные духи Да я уж думал, это алкоголь От оказывается, духи всего лишь С тяжелым сердцем воротился я в свой бодуар Чтобы измыслить какой-нибудь способ обмануть проницательной жены Хотя бы на то время, пока я успею подготовить все необходимое для объезда за границу Ибо на это я уже решился В чужой стране, где меня никто не знает Мне может удастся скрыть свою ужасную беду Способную дальше даже в большей степени, чем нищета Отвратить симпатии толпы И навлечь на несчастную жертву вполне заслуженное негодование людей Добродетельных и счастливых Я колебался недолго Обладая от природы прекрасной памятью Я целиком выучил наизусть трагедию Матамора К счастью, я вспомнил, что при исполнении этой пьесы Или, во всяком случае, той ее части, которая составляет роль героя Нет никакой надобности в оттенках голоса, коих я был лишен И что всю ее следует декламировать монотонно Причем должны преобладать низкие гортанные звуки Некоторое время я практиковался на краю одного болота, где было отнюдь небезлюдно На болоте небезлюдно? И поэтому мои упражнения не имели по существу ничего общего с аналогичными действиями демосфены А напротив, основывались на моем собственном специально разработанном методе Чувствуя теперь себя во всеоружие, я решил внушить жене, будто мною внезапно владела страсть к драматическому искусству Это мне удавалось как нельзя лучше И в ответ на всякие вопросы или замечания я мог своим самогильным лягушечьим голосом С легкостью продекламировать какой-нибудь отрывок из упомянутой трагедии Любыми строчками из нее Как я вскоре с удовольствием обнаружил, отметил, что было Пользоваться при разговоре на любую тему Не следует, однако, полагать, что, исполняя подобные отрывки, я обходился без косых взглядов Шарканье ногами, зубовного скрежета, дрожи в коленях Или иных невыродимых изящных силодвижений, которые ныне по справедливости считаются непременным атрибутом популярного актерства В конце концов заговорили о том, не надеть ли на меня смирительную рубашку Но, хвала Господу, никто не заподозрил, что я лишился дыхания Наконец, я привел свои дела в порядок И однажды на рассвете сел в почтовый дилежанс Направился в город М, распространив среди знакомых слух Будто дело чрезвычайной важности срочно требует моего личного присутствия в этом городе Дилежанс был битком набит Но в неясном свете раннего утра невозможно было разглядеть моих спутников Блин, как маршрутка, с которой я со своего поселка на работу езжу Я позволил всиснуть себя между двумя джильтенменами грандиозных размеров Не оказав сколь-нибудь энергичного сопротивления А третий джильтенмен, еще большей величины, предварительно попросив извинения за вольность Во всю длину растянулся на мне И мгновенно погрузившись в сон, заглушил мои гортанные крики о помощи таким храпом Который вогнал бы в краску ревучего быка Флорида И, к счастью, состояние моих дыхательных способностей совершенно исключало возможность такого несчастного случая, как удушение Да, весело, весело Все веселее и веселее, прям как в зеленом слонике Когда мы приблизились к окраинам города, уже совсем расцвело Мой мучитель, пробудившись ото сна и приладив свой воротничок, весьма учтиво поблагодарил меня за любезность Но увидев, что я остаюсь недвижим, все мои суставы были как бы вывихнуты, а голова свернута на бок Он стревожился и, растолкав остальных пассажиров В весьма решительной форме, высказал мнение, что ночью под вином находящегося в полном здравии и рассудке пассажира им подсунули труп При этом, желая доказать справедливость своего предположения, он из-за всех сил ткнул меня большим пальцем в правый глаз Даже вот не могу тоналог из фильмов привести Не знаю, с реаниматором, разве что, который, кстати, по Лавкрафту сделал Ну, по мотивам Лавкрафта, такой тоже стебный фильм Вслед за этим, каждый пассажир, а их было девять, счел своим долгом подергать меня за ухо А когда молодой врач поднес к моим губам карманное зеркальце и убедился, что я бездыханен Присяжные единогласно подтвердили обвинение моего пареследователя И моя компания выразила твердую решимость не только в дальнейшем не мириться с подобным мошенничеством Но и в настоящее время ни ехать ни шагу далее с подобной падалью В соответствии с этим меня вышвырнули из дилижанса перед вороном Наш экипаж как раз проезжал мимо названной таверны Причем со мной не произошло больше никаких неприятностей, если не считать перелома обоих рук Попавших под левое заднее колесо Кроме того, следует воздать должное кучеру Он не применил выбросить след за мной самый объемный из моих чемоданов Который по несчастью свалился мне на голову Раскроил мне череп Весьма любопытным и в то же время необыкновенным образом Да, ну... Даже не знаю, как этот рассказ воспринимать Так, ладно, мини-пауза Курнуть надо Так, ну все, продолжаем Продолжаем На чем мы там остановились? Так, да, героя вышвырнули из кареты Чемодан раскроил ему голову И еще у него переломаны обе руки Я уж молчу о том, что вывихнуты все суставы Да, у меня тоже такие мысли То, что пора бы выпить Я краснолил себе абрикосового венца домашнего У меня его полный холодильник И я реально не знаю, что с ним сделать Вариант выпить Мне нравится не очень Сами готовили Так, ладно, продолжаем Хозяин ворона Человек весьма гостеприимный Убедившись, что содержимого моего сундука вполне достаточно Дабы вознаградить его за некоторую возню со мной Тут же послал со знакомым хирургом И передал меня в руки Последнего вместе со счетом на 10 долларов Да, то есть он не только, получается, забрал вещи нашего героя Но еще и продал его труп, как он полагал, хирургу За 10 долларов Совершив свою покупку, хирург отвез меня на свою квартиру И немедленно приступил к соответствующим операциям Однако, отрезав мне уши Он обнаружил в моем теле признаки жизни Тогда он позвонил слуге и послал его за соседом-аптекарем Чтобы посоветоваться, как поступить в столь критических обстоятельствах На тот случай, если подозрение, что я еще жив В конце концов подтвердился И пока что он сделал лишь надрез на моем животе И вынул оттуда часть внутренностей Для бутующих анатомических исследований Тем дальше, чем офигительней, офигительней, офигительней Эдгар поумел мозг вынести Аптекарь выразил мнение, что я и в самом деле мертв Это мнение я попытался опровергнуть изо всех сил Прыкаясь и корчаясь в жестоких конвульсиях Ибо операции хирурга в известной мере вновь пробудили мои жизненные силы Ну, конечно, после разреза живота и вынимания части внутренности Еще бы ты не брыкался, чувак Однако все это было приписано действию Новой гальванической батареи При помощи которой аптекарь, человек действительно весьма сведущий Произвел несколько любопытных опытов Каковыми ввиду моего непосредственного в них участия Я не мог не заинтересоваться самым пристальным образом Тем не менее, для меня является источником унижения Тот факт, что хотя я и сделал несколько попыток вступить в разговор Но до такой степени не владел даром речи, что не мог даже открыть рот А тем более, возражать против некоторых основных, остроумных, но фантастических теорий Каковы и я при иных обстоятельствах мог бы с легкостью опровергнуть Благодаря блинскому знакомству с гиппократовой патологией Да, у него при таких обстоятельствах еще вспоминает Как бы он еще и вспоминает гиппократа Воистину трэш, воистину Не будучи в состоянии прийти к какому-либо заключению Искусные медики решили оставить меня для дальнейших исследований И отнесли на чердак Жена хирурга одолжила мне панталоны и челки А сам хирург связал мне руки Подвязал носовым платком мою челюсть После чего запер дверь снаружи И поспешил к обеду, оставив меня наедине со своими размышлениями Прям дневник Франкенштейна какого-то Ну точнее того, что создал Франкенштейн Теперь к своему величайшему восторгу я обнаружил Что мог бы говорить, если бы только мои челюсти не были стеснены носовым платком В то время, как я утешал себя этой мыслью Повторяя про себя некоторые отрывки Из вездесущности Бога Пиздесущность Бога, блять Герой Ангела Необъяснимого тоже, кстати, вездесущность Бога, блять, читал Видать, это отсылка рассказов друг к другу Кстати, от Гарпо сам напоминал на их На их содержание, точнее, намекал Как я имею обыкновение делать перед отходом ко сну Тоже перед сном, кстати, читал Две жадные сварливые кошки забрались на чердак сквозь дыру Подпрыгнули, издавая фиаритуры на ля каталани И, сея вдруг против друга, прямо на моей физиономии Ступили в неприличный поединок, согрошовое право владеть моим носом Я в афиге, я лично в афиге Каждый раз перечитываю этот рассказ и каждый раз офигеваю Однако, подобно тому, как потеря ушей способовала вошедствию персидского мага Гуаматы на престол Кира А отрезанный нос дал Цапиру возможность овладеть Вавилоном Так потеря нескольких унций моей физиономии оказалась спасительной для моего тела Возбужденный болью и, горя негодованием, я одним усилием разорвал свои путые повязки Пройдя через комнату, я бросил полный презрение взгляд на воюющие стороны И, распахнув к их величайшему ужасу и разочарованию оконные рамы С необычайной ловкостью ринулся вниз из окна Грабитель почтовых дилежанцев В, на которого я поразительно похож В это самое время ехал из городской тюрьмы к виселице Воздвигнутой для его казни в предместе Вследствие своей крайней слабости и продолжительной болезни Он пользовался привилегией и не был закован в кандалы Облаченный в костюм висельника, чрезвычайно напоминающий мой собственный Он лежал, вытянувшись во всю длину на дне повозки палача Которая случайно оказалась под окнами хирурга На момент моего низвержения Да, прям не везет чуваку, ой, не везет Не охраняемый никем, кроме кучера, который спал И двух рекрутов шестого пехотного полка, которые были пьяны Да Злой судьбе было уготовано, чтобы я спрыгнул прямо на дно повозки В Малый сообразительный И он Приминул воспользоваться удобным случаем Мгновенно поднявшись на ноги, он соскочил с повозки И завернув за угол, исчез Съебался Рекруты, разбуженные шумом, не сообразили в чем дело Однако при виде человека Точной копии осужденного, который стоял во весь рост повязки И в повозке прямо у них перед глазами Они решили, что мошенник Они подразумевали грабителя В Собирается удрать Их подлинное выражение И поделившись мнением друг с другом Они хлебнули по глотку И затем сбили меня с ног прикладами своих мушкетов Вскоре мы достигнули места назначения Разумеется, мне нечего было сказать свою защиту Меня ожидала виселица Я безропотно покорился своей неизбежной участи С чувством тупой обиды Не будучи ни в коем случае кинеком Я должен признаться Чувствовал себя какой-то собакой Еще бы Между тем палач надел мне на шею петлю Спускная доска виселицы упала Воздержусь от описаний того, что я ощутил на виселице Хотя, конечно, я мог бы многое сказать на эту тему Относительно которой никто не высказывался с достаточной полнотой Ведь в сущности, чтобы писать о таком предмете Необходимо пройти через повешение Каждому автору следует ограничиться тем Что он испытал на собственном опыте Как Марк Анатолий сочинил трактат об опьянении Вот, да, да, да Вот об опьянении Я тут думаю, каждому второму есть что написать Тоже, что ли, свой трактат об опьянении сочинить? Да, там много таких трактатов получится Ух Могу только упомянуть, что я отнюдь не умер Тело моё действительно было довешено Но я никак не мог испустить дух Потому что у меня его попросту не было Я должен сказать, что если бы не узел под левым ухом Который на ощупь напоминал твёрдый крахмальный воротничок Я не испытал бы особых неудобств Что касается толчка, которым был сообщён моей шеей При падении спускной доски То он лишь вернул на прежнее место мою голову Свернутую на бок тучным джельтонменом в дилижансе У меня были, однако, достаточно веские причины Чтобы постараться вознаградить толпу за её труды Все признали мои конвульсии из ряда вон выходящими Судороги мои трудно было превзойти Чернь кричала БИС! Несколько джельтонменов упало в обморок И множество дам было в истерике увезено домой Один художник воспользовался случаем Чтобы наброском с натуры дополнить свою замечательную картину Марси, из которого сдирают кожу живьём Когда я достаточно разлёг публику Власти сочли уместным снять моё тело с виселицы Тем более, что к этому времени Настоящий преступник был снова схвачен и опознан Факт, оставшийся мне, к сожалению, неизвестным Много сочувственных слов было, разумеется, сказано по моему адресу И так как никто не претендовал на мой труп Поступил приказ похоронить меня в общественном склепе Ну, лучше, чем в общественном сортире На это место, по истечению надлежащего срока, я и был водворён Могильщик удалился, и я остался в одиночестве На эту минуту мне пришло в голову, что строчка из недовольного Марстона Радушно смерть, к ней все открыты двери Содержит явную ложь Тем не менее, я взломал крышку своего гроба и выбрался наружу Ну, прям история про зомби Кругом было страшно сыро и уныло Я изнывал от скуки Чтобы развлечься, я принялся бродить между аккуратно расставленными рядами гробов Стаскивая гробы на землю один за другим Я вскрывал их и предавался рассуждениям о заключённых в них бренных останках Это, произнёс я, спокнувшись орылый, одупловатый труп Это, без сомнения, был в полном смысле слова неудачник Несчастный человек Ему всуждена была жестокая судьба Он не ходил, а переваливался Он шёл через жизнь не как человек, а как слон Не как мужчина, а как бегемот Ух! От одних сравнений наржач пропевает Его попытки передвигаться по прямой были обречены на неудачу А его вращательные движения кончались полным провалом Делая шаг вперёд, он имел несчастье всякий раз делать два шага вправо и три влево Его занятия ограничивались изучением поэзии краба Он не мог иметь никакого представления о прелести пируэта Для него падэ паньон всегда был абстрактным понятием Это танец такой, как я понимаю Он никогда не восходил на вершину холма Никогда, ни с какой вышки не созерцал он славных красот столицы Жара была его заклятым врагом Когда солнце заходило в созвездие пса Он вёл поистине собачью жизнь И эти дни ему снилась гиена огненная Горы, взгромодившиеся на горы Пельён на осу Ему не хватало воздуха Да, если выразить это кратко, не хватало воздуху Игру на духовых инструментах он считал безумием Он был изобретателем самодвижущихся вееров и вентиляторов Он покровительствовал Дюпону, фабриканту кузнечных мехов И умер самым жалким образом, пытаясь выкурить сигару Он внушает мне глубокий интерес Его судьба вызывает во мне искреннее сочувствие Ну вот, сказал я злорадно извлекая из гроба Сухопарова, длинного, странного мертвеца Примечательная вешность которого Неприятно поразила меня сходством с чем-то хорошо знакомым Вот презремная тварь Он не достойная ни малейшего сострадания Произнеся эти слова, я, чтобы лучше разглядеть мой объект Схватил его двумя пальцами за нос Усадил и, держа таким образом на расстоянии вынесенные руки Продолжал свой монолог Недостойная, повторил я Недостойная ни малейшего сострадания Кому же в самом деле придет в голову сочувствовать тени? Да и разве не получил он сполна Почитавшиеся ему доли земных благ? Он был создателем высоких памятников Башен для литья дроби Кромоотводов и пирамидальных тополей Его трактат «Тени и оттенки» обессмертил его имя Он с большим талантом Обработал последнее издание Саута о костях В молодом возрасте поступил он в колледж, где изучал пневматику Затем он возвратился домой Вечно болтал всякую чепуху и играл на валторне Он покровительствовал волынщиком Известный скороход капитан Баркли ни за что не согласился состязаться с ним в ходьбе бы А Ветри и Вадехауэр были его любимыми писателями А Физ его любимым художником Он умер смертью славных, вдыхая газ Дальше идет длинный монолог на латыни, который я читать не стану Иго смысла в этом нет Он, несомненно, был Как вы смеете? Как вы смеете? Задыкаясь, прервал меня объект моей гневной Филиппики И отчаянным усилием сорвался платок Которым была подвязана его нижняя челюсть Как вы смеете, мистер Духвон, с такой дьявольской жестокостью сжимать мне нос? Разве вы не видите, что они завязали мне рот? Вам должно быть известно, если вам вообще что-либо известно Каким огромным избытком дыхания я располагаю? Если же вам об этом известно, то присядьте и убедитесь сами В моем положении поистину огромное облегчение иметь возможность открыть рот Иметь возможность беседовать с человеком вроде вас Который не считает своим долгом каждую минуту Прерывать нить рассуждений Джеттенмена Следовательно, бы запретить прерывать друг друга, не правда ли? Прошу вас, не отвечайте Достаточно, когда говорит один человек Рано или поздно я окончу И тогда вы сможете начать За каким чертом, сэр, принесло вас сюда? Ни слова умоляю, я сам побывал здесь некоторое время Кошмарный случай, слыхали, наверное? Ужасная катастрофа Проходил я под вашими окнами приблизительно в то же время Когда вы помешались на драматическом искусстве Жуткое происшествие, знаете выражение? Перехватило дыхание Придержите язык, говорю вам Так вот, я перехватил чье-то чужое дыхание И когда мне и своего хватало Стретил на углу пустослова Не дал мне ни слова вымолвить Я ни звука произнести не мог В результате припадок эпилепсии Пустослов сбежал Черт бы побрал этих идиотов Приняли меня за мертвого и сунули сюда Не правда ли? Мило? Слышал все, что вы обо мне говорили Каждое слово ложь Ужасно, поразительно, гнусно, мерзко, непостижимо Эт катера, эт катера, эт катера И прочее, и прочее, и прочее Невозможно представить себе, как я изумился Услышав столь неожиданную тираду И как обрадовался, когда мало-помалу сообразил Что дыхание столь удачно Перехваченное этим джентменом В котором я вскоре узнал соседа моего Во весь духа Было то самое, которого я лишился В ходе беседы с женой Время, место и обстоятельства дела Не оставляли в том и тени сомнения Однако я все еще держал мистера Во весь духа За его обтянутый обонятельный орган Да, именно обонятельный Чуть пошло, не вышло По крайней мере, в течение того Весьма продолжительного периода Пока изобретатель пирамидальных тополей Давал мне свои пояснения Так, надо пыхнуть, надо пыхнуть То этот рассказ выносит мозг Так, продолжаем К этому пробуждала меня осторожность Которая всегда была моей отличительной чертою На пути моего избавления, подумал я Лежит еще немало препятствий Которые мне удастся преодолеть Лишь с величайшим трудом Следует принять во внимание Что многим людям свойственно оценивать Находящуюся в их владении собственность Хотя бы эти люди в данный момент И в грош его не ставили Хоть бы собственность, о которой идет речь Доставляла им Одни хлопоты и беспокойства Прямо пропорционально той выгоде Которую могут извлечь другие Приобретая ее Или они сами расставались с нею Не принадлежит ли мистер во весь дух Подобным людям Не подвергнули я себя опасности Стать объектом его вымогательств Слишком явно выказывая стремление Завладеть дыханием От которого он в настоящее время Так страстно желает избавиться Ведь есть же на этом свете Такие негодяи Подумал я со вздохом Которые не притесняются Не постесняются Воспользоваться затруднительным положением Даже ближайшего своего соседа И последнее замечание Принадлежит Эпиклету Именно тогда Когда люди собственно стремятся Бросить в себя время Собственных несгод Они больше всего Озабочены тем Как бы облегчить Устичь участь Ближнего своего Все еще не выпуская Нос мистера во весь дух Я счел необходимым Построить свой ответ Руководствуясь подобными соображениями Чудовище! Начал я тоном Усполненным глубочайшего негодования Чудовище! И двудышащий идиот Да как же ты Которого небу угодно было покарать За грехи двойным дыханием Как же ты посмел Обратиться ко мне С фамильярностью Старого знакомого? Каждое слово ложь! Подумать только! Да еще Придержать язык! Как бы не так! Нечего сказать! Приятная беседа с Жельтенменом У которого нормальное дыхание И все же в этот момент Когда в моей власти Облегчить бремя твоих бедствий Отняв этот излишек дыхания Которого ты вполне заслуженно страдаешь Придержи, произнеся эти слова Подобно бруту Жду ответы И миссер во весь дух Точи собрушился на меня Целым шквалом протестов И каскадом извинений Он соглашался на любые условия Чем я не применул воспользоваться С максимальной выгодой для себя Когда предварительные переговоры Наконец завершились Мой приятель вручил мне Мое дыхание В получение Коева Разумеется, после тщательной проверки Я впоследствии выдал ему расписку Многие, несомненно, станут порицать меня За то, что я слишком поверхностно Описал коммерческую операцию Объектом которой было нечто столь неосязаемое Мне, вероятно, укажут Что следовало Остановиться более подробно На деталях этого происшествия Которое Я и с этим совершенно согласен Могло бы пролить новый свет На чрезвычайно любопытный раздел Натур-философии Но все это, увы Мне нечего ответить Намек Вот единственное, что мне дозволено Таковы обстоятельства Однако, здравом размышлении Я решил как можно меньше Распространяться о деле столь щекотливым Повторяю Столь щекотливым и сверх того Затрагивавшим в то время Интересы третьего лица Кнев которого в настоящее время Я меньше всего желал Навлечь на себя Вскоре после этой необходимой операции Мы предприняли попытку Выбраться из подземных казематов Нашего склепа Объединенные силы наших вновь обретенных голосов Были столь велики Что мы очень скоро заставили себя услышать Мистер Ножницы Редактор органа Вигров Овульковал трактат О природе и происхождении подземных шумов Газета партии демократов Незамедлительно поместила на своих столбцах ответ За которым последовало возражение Опровержение и, наконец, подтверждение Лишь после вскрытия склепа Удалось разрешить этот спор Появление мистерова весь духа И мое собственное доказало Что обе стороны были совершенно неправы Интересно, сколько же они сидели Пока эти две газеты или организации Спорили между собой Заканчивая подобный отчет О некоторых весьма примечательных эпизодах Из моей без того богатой событиями жизни Я не могу еще раз не обратить внимание читателя На преимущество такой универсальной философии Ибо она служит надежным и верным щитом Против всех стрел судьбы Кое невозможно ни увидеть, ни ощутить Ни окончательно постигнуть Уверенность древних иудеев Что врага рая Не примут раскрыться перед тем грешником Или святым Который, обладая здоровыми, легкими и слепой верой Возапит, аминь Была совершенно в духе этой философии Совет Эпименида Как рассказывает об этом философе Лазар Как же этого долбаного философа зовут? Лазарцы, господи, не произнесешь В второй книге своих сочинений Выдвинуть алтарь, храм надлежащему божеству Данные мафинянами в те дни Когда в городе свирепствовала мировая язва И все средства против нее были исчерпаны Также совершенно в духе этой философии В общем, вот такой вот вынос мозга Я даже не знаю, как прокомментировать вот этот вот рассказ Ну что ж поделать Эдгар Пояс, Эдгар По Не знаю, сколько он выпил, пока его писал Наверное, не только выпил Еще опиумком побавовался Ну, блин Или просто устроил тотальный троллинг Вот именно как тотальный троллинг выглядит Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...